Кинопоиск Здравствуйте, дорогие мои дорогие. Не знаю, кто это будет смотреть. Возможно, такие же люди, которым тоже Кинопоиск не очень нравится. Как и все, я очень люблю посмотреть Кинчик. Но, к сожалению, Кинопоиск для этого не особо подходит. Несмотря на то, что здесь есть подписка плюс, с которой у меня и возникли вопросы. И давайте сразу же идем к делу, моим недовольствам. Начнем с примера одного из моих самых любимых фильмов, наверное, «The Flaming» с Куртом Расселом. Он есть в подписке. Вот. Захотел я посмотреть свой любимейший фильм, один из любимейших, 50-й раз уже. И у меня есть несколько выборов. Либо я иду искать во ВКонтакте видеозапись, либо я быстренько качаю Стрекера, либо могу зайти посмотреть прямо на Кинопоиске, ничего не качая, просто на сайте. Что же мы видим? Я хочу, во-первых, посмотреть фильм в оригинале, потому что Курт Рассел, мой любимый актер, я хочу услышать его голос. Остальных тоже хочу услышать, потому что все сыграли здесь шикарно. Что же мы видим, когда... Но вы не видите этот экран, конечно же, Кинопоиск вшил защиту от таких хитрых людей, как я, которые хотят записать экран. Что мы видим? Тут есть только русский язык. Какая-то закадровая озвучка. Без субтитров, без оригинала. Я не знаю, зачем так сделали, почему так. Где оригинал, когда он так нужен? И почему его нет по дефолту? Похоже, они проводили много времени в одном месте к северу от их лагеря, в шести милях отсюда. Да, возможно, вы еще думаете, может быть, качество хотя бы видео хорошее? Нет, я ставлю 1080p, кадр... Как будто бы он растянут, и... Он распадается на пиксели, как будто бы это сжатый 1080p. Вы должны мне поверить на сло, конечно. Если у вас нет подписки, вы не можете это посмотреть сами. Это так, это ужасное качество. Я не знаю, как они ее заливают, как вообще этот процесс происходит, кто это делает, каким образом они выбирают фильмы, которые попадут в подписку. Но, видимо, они как-то реально сжимают это очень сильно, потому что выглядит все это не очень. Но только почему здесь нет оригинальной аудиодорожки? В чем проблема? Им приходится ее где-то еще брать, или... Как? Вот я пробую найти во ВКонтакте видеозапись, сразу же вижу на английском версии. Вот. Сразу же можно все посмотреть. Выглядит все не так уж плохо. 720p, но выглядит все так же, как и на кинопольском. Как бы это странно не звучало. И кадр, к тому же, не растянут. Полосы есть, поэтому размер экрана, размер кадра нормальный, который должен быть. Если же искать на трекере, то, скорее всего, найдете даже 4К-версию, либо ремакс. В любом случае, в 1080p, который будет выглядеть в разы лучше, чем здесь. К тому же, там будут разные аудиодорожки на выбор. В том числе, и английская. И субтитры, скорее всего, будут. Все там будет. Чего здесь нет? Это, к тому же, не единственный такой фильм, у которого отсутствует аудиодорожка на английском. Я не знаю, почему так. Я пытался сейчас вспомнить, какие еще есть, но я не могу. Давайте просто зайдем на страничку Тома Круза какого-нибудь. Посмотрим, какие у него фильмы есть. Подписки. И какие из них есть на английском. Зайдем на операцию Алькирию. Нет, это какая-то еще другая подписка. Я не знаю, что это. Не буду даже сюда пытаться лезть, разобраться. Я сейчас говорю про плюс. Ванильное небо. Ванильное небо. Чудесный фильм. Самая лучшая его роль, наверное. Одна из. Потому что тут Курт Рассел еще есть. Заходим. Что же мы видим? Есть английское аудио. Субтитры на русском тоже. Чудесно. Только у меня такое чувство, будто бы фильм немножечко ускорен. Возможно, самую чуточку. Но по идее он должен длить и столько, сколько идет. Не знаю, по-моему, у Тома Круза немного гола здесь был. Ну, high-pitched. Но, не знаю. К тому же. Насколько я понимаю, возможно, я ошибаюсь. Но писать, что есть Full HD, 4K, возможно. У некоторых фильмов 5 звуковых каналов. Русский, 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 5 каналов. Английский, английский, 5 каналов. Как вы видели, у меня выбора такого не было. Насколько я понимаю, такое возможно выбрать и смотреть в 4K только на телевизорах. Я не знаю почему. И в браузере мне это недоступно, поэтому я сижу с Ассул. Можно проверить парочку новых фильмов, которые вышли совсем недавно. Например, тот, который постоянно есть в топе. 5000 Years. Тут тоже есть 4K. Опять же, на телевизоре. 5,1 тоже на телевизоре. Но, когда я захожу, что я вижу? Либо смотреть в дубляже. Либо на английском только с субтитрами, которые невозможно отключить. По тренеру права обладать. Не знаю, как это работает, почему так. В дубляже смотреть, конечно же, не хочется. Субтитры будут отвлекать при просмотре. Это неприятно, это не круто. Ну, что поделать. Либо же есть Cole Jane, тоже недавно вышедший. Который уже попал в подписку. Опять же, Full HD 5.1. Никакого 5.1 в браузере нет. Только дубляж, только дубляж. Никакого английского. Субтитров тоже нет. Но и не нужны. Вот этот фильм выглядит чуточку получше, чем нечто. Вы этого, конечно же, опять же, не видите. Опять же, надо поверить мне на слово. Мне кажется, что это только благодаря тому, что фильм снимали на пленку, а не на цифру. Потому что только у пленки есть зерно, которое есть в этом фильме. Тут опять же пишется, что есть 5.1 дубляж. Да, русский. Ничего подобного. Другой фильм, который меня, я не знаю, как это сказать даже, удивило, что ли, как его добавили сюда. Метрополис. Чудеснейший фильм. Не мой фильм, немецкий. Это важно. А важно это потому, что если вы захотите его посмотреть, тут нет субтитров никаких, есть только русское аудио. При том, что аудио здесь никакое. Тут есть только музыка и, возможно, спецэффекты. Это я точно не помню. А прикол в следующем. Так как это не мой фильм, никаких субтитров, никакой озвучки нет. Тут есть только таблички, иногда появляющиеся, на которых пишется текст диалогов. Это немецкий фильм, и таблички тут тоже на немецком. Так что возникает закономерный вопрос. Как его, блядь, посмотреть, если вы русский человек? Вы знаете только русский и английский. Там еще какой-нибудь, но не немецкий. Я могу попробовать, предположить, как это вообще добавлялся, этот фильм сюда. Вот человек, который занимается этим добавлением, я не знаю, выбором в подписку, какие фильмы попадут, он думал так. Этот фильм старше, чем динозавры, поэтому смотреть его будут только взрослые люди, 40+. Молодым людям классика не уперлась, поэтому они даже бесплатно по подписке его смотреть не станут. А старшее поколение, скорее всего, в школе изучало немецкий язык, поэтому перевести, ну там, сколько табличек в фильме? Ну, штук 30, может быть, чуть побольше, в котором мало текста, это не заставит им труда. Так что, пускай переводят, сидят. Молодые люди никогда сюда не взойдут, но если вдруг случайно взойдут, то они тут же уйдут, потому что они ничего не поймут, никакого сюжета не поймут. Видно, что делают персонажи, неважно, зачем они это делают, почему, кто есть кто, это неважно. Главное, что видно, что происходит. Единственный плюс, который я могу отметить, это то, что фильм идет 2,5 часа. На данный момент это самая полная версия фильма, которую только возможно смотреть, потому что оставшиеся сцены, которые, скорее всего, добьют до 3 часов, продолжительность их нет. Нет, их пока что, возможно, не нашли, возможно, когда-нибудь найдут, но на данный момент это самая полная версия, это единственный плюс фильма в подписке, то, что он идет столько, что меня еще немножечко напрягает. Самое-самое малость, но это вообще мелкая-мелкая деталь. У всех фильмов подписки, либо платных фильмов, которые можно купить и смотреть, у них есть небольшие вот такие вот описания, очень краткие. Обычно они нормальные, более-менее. Но, во-первых, в них иногда раскрываются какие-то детали интересные. Во-вторых, я не понимаю, кто пишет их, кто их вообще пишет, и как они это делают. Мне кажется, что это не всегда люди, которым это интересно. Вот в этом случае ничего такого тут нет, на мой взгляд. Я просто это, например, показываю. Наверное, как можно найти другие фильмы, в которых описания дебильные. Куда более дебильные. Но я сейчас их не вспомню, конечно же. И, наверное, последний фильм, который я приведу в пример, тоже очень мне нравится, фильм Дорс с Вольверстоуна. Совсем недавно его добавили в подписку. Для этого он никому не был, конечно же, нужен. Но в конце августа его перевыпустили в кинотеатре на два дня. К нему даже сделали дубляж новый. Я именно поэтому решил вообще попробовать подписку. Вообще бесплатный пробный период. Потому что я хотел снова послушать эту уродскую озвучку русскую новую. Естественно, я встретил удивительный прикол. То, что если ты смотришь не на телевизоре, то... Попас оси, друг. Потому что нет дубляжа. Тут написано, что есть русский с пятью каналами. Я предполагаю, что это дубляж. Потому что я не знаю, каким образом можно сделать закадровый звук с пятью каналами разными. Другой прикол в том, что фильм идёт два часа двадцать минут. Тут он идёт два часа четырнадцать минут. Варианта два. Либо... Это какая-то урезанная версия. Либо она ускорена. У вырезанной сцены есть только одна в файнал-кате. Она... Блядь... Вот здесь. Но она тут есть. Поэтому... Вариант один. Фильм ускорен. Это... Просто пиздец полный. Я не знаю, каким образом так вышло. Почему так вышло вообще? Для тех, кто не понимает, почему это пиздец. Не считая того, что все персонажи звучат неестественно. Двигаются быстро. И голоса у них высокие. Дорс это музыкальный боепик. И... Здесь много их песен. И они все звучат тоже неестественно. И... Не так, как надо. Это просто ужасно. Давайте, например, возьмем мою самую любимую сцену. Not to touch the earth. Блядь. Вы опять же не видите, конечно же. Но... Но для начала давайте послушаем, как звучит оригинал именно с тем саундмиксом, который есть практически в любой копии, который вы сможете найти на английском. Проблема этого саундмикса, на мой взгляд, в том, что... В том, что здесь вокал Килмера плохо слышно. Он заглушается на фоне остальных аудиодорожек, остальных инструментов, которые здесь играют. Потому что... Все треки звучат с одинаковой громкостью. Насколько я знаю, в самых-самых старых копиях, которые есть у Оливера Стоуна, с аудиокомментариями, и в самых старых переводах, у них саундмикс другой. Он звучит по-другому, у них фильм. В том числе и музыка эта звучит по-другому. Чудесно-чудесная сцена. Проблема следующая. Вы можете попробовать отбивать пальцами ритм, смотря на Джона Дэнсмора на барабанах, насколько быстро он бьет в обычной версии. И потом попробуйте послушать вот это, с кинопоиска версии, и отбивать барабанную дропю здесь. Не дропю, господи, а ритм. Увидите, насколько быстро идет звук, намного быстрее, чем надо. Это звучит просто уродски, послушайте просто. Что это такое? Это полный мрак. К тому же, проблема есть не только со звуком, а с видео. Цвет выглядит, не знаю, каким-то полуобесцвеченным. Это, наверное, единственное, что я могу сказать. Красный, ярко-красный цвет. Этой сцены выглядит так, как будто бы он оранжеватый, как будто бы это оранжевые помидоры. И, опять же, 1080p не выглядит, как 1080p. Тут все в квадратах, несмотря на то, что это пленочный фильм. Несмотря на то, что здесь есть черные полосы. Фильм все равно выглядит плохо. Он разваливается на пиксели. Вот так вот, если что, выглядит 4К. Как вы видите, зерно здесь тоже есть, но все очень четко. И к тому же, это 4К Final Cut. И здесь что-то сделали с аудиомиксом. Я не знаю, что именно. Но все инструменты, все треки слышно хорошо. И при этом вокал Килмера тоже слышно хорошо и четко. Вот, посмотреть, как выглядит эта сцена. И потом, я не знаю, как вы посмотрите, как выглядит сцена на Кинопоиске. Но, в любом случае, послушайте, как она звучит. И потом переслушайте, как она звучит на Кинопоиске тоже. 4К. Яркие, красные цвета. Темно-красные. Все очень четко, все очень красиво. Все прекрасно, все слышно хорошо просто. Идеально. Да, вот заметьте, слышно хорошо, как Килмер поет. Слышно намного хуже в обычном саундмиксе. Он сливается с музыкой. Если вы смотрите фильм, и эту песню слышите впервые, то, скорее всего, вы не поймете, что он поет. Если только у вас не прекрасный музыкальный слух, и вы не знаете очень хорошо язык. А все из-за этого саундмикса. Я не знаю, почему он такой. Но, видимо, в Final Cut-те Ольвер Стоун все-таки его исправил. Я еле нашел запись, в которой видно примерно хотя бы, как выглядит версия с Кинопоиска по цвету. Качество, конечно, здесь просто убитое, но... Просто представьте, что... Тут, кстати, тоже все ускорено. Представьте, что выглядит все примерно так же, только в хорошем, более-менее качестве. И немного темнее. Блядь. То есть, света такие же, только более темные, все затемнено и в хорошем качестве. Вот так вот примерно этот фильм выглядит на Кинопоиске. Как мне кажется, другие песни не очень пострадали по сравнению с Not a Touch of the Earth. Возможно, дело в том, что я постоянно переслушиваю отрывок с Not a Touch, поэтому изменения какие-либо для меня более коррежущие. Но, на мой взгляд, другие песни звучат немного получше. Она... По-моему, ускоренная она звучит не сильно хуже. Просто немного не так. Но в целом... Намного лучше. Это при том проблема многих переводов. Почему-то, если у них песни по-другому звучат, то, скорее всего, они не сильно по-другому звучат. Но Not a Touch of the Earth вообще по-другому. И это дело даже не в том, что я привык-не привык. Я не знаю, почему так. И вот, кстати, тоже закадриваю у Блюски просто какой-то. По-моему, голоса... Голоса — это уже, конечно, вкус, но... Звук, громкость. Этот перевод не слишком громкий, и оригинал обычно его перекликивает. Субтитры есть, конечно же, стерео, но... Блядь. Слава богу, что они хотя бы не вкинули русскую озвучку, на которой, блин, переводятся песни прям вслух. Вот это вот было бы самым худшим вариантом. Не знаю, заметили ли вы, но с сменой озвучки ещё немного меняется звук. Прям совсем немного, но... Незаметно. Буквально позавчера я удалил с диска версию, которую я качал с трекера, где было много русских озвучек на выбор. Были английская оригинальная и была английская с комментариями Ольвера Стоуна. У каждой русской озвучки тоже своё озвучание какое-то есть. Озвучка, блядь, по-моему, DVD Team или как-то они так называются. 816 и ещё что-то. Ditulab. Я не знаю. В одной, как я уже говорил, переводится песня прям вслух, во второй. Тональность сломана к чёрту. Поэтому, если вы её сами как-то там не пофиксите, то тоже будет звучать всё не очень. Очень, не очень. Третья версия наиболее приятна, потому что мне ещё к тому же оригинальный голос Килмера хорошо слышно. Это к тому же единственное, за что я могу похвалить версию с Кинопоиск, то что тут во время песен вокал его слышно лучше. Чётко хотя бы. Это единственное хорошее, что я могу сказать об этом фильме на Кинопоиске. Дубляж к тому же тоже, блядь, он поломал песни, я не знаю. Я уже не помню, конечно, с другими как песнями было, но Not To Touch The Earth по-другому звучит тоже. У них там тоже вокал Килмера хорошо звучит, но когда начинается мелодия, всё ломается. Всё звучит совершенно по-другому. Притом даже не как здесь, не как в других вообще озвучках. Я не знаю, как они это сделали, что они там сделали, какие треки они убрали, какие они не трогали. Я не представляю, как это возможно было вообще сделать. Скорее всего, они убирали дорожку с диалогами и с барабанами, соответственно, но только в диалогах, именно в диалогах. В остальное время они их достаточно обратно ставили все дорожки. Но всё равно песня звучит по-другому. Я не знаю, как это сделали. Короче, подписка плюс это, на мой взгляд, полный мрак. Я не знаю, зачем она нужна, кому она нужна. Но если только вы, конечно, не слушаете фильмы на русском языке. И если вы не хотите, не знаю, тратить время на скачку фильмов, либо вы хотите более-менее сносное качество видеть, которое будет палоще, чем в видеозаписях в Тентакле. Но, скорее всего, если вы просто ведёте в гигле смотреть онлайн фильм, то, скорее всего, вы там увидите и хорошее качество, и целую прорву озвучек на выбор. Так что я не вижу смысла вообще в подписке плюс, даже если она будет бесплатной. Во второй половине видео я бы затронул проблемы с самим сайтом, а не с подпиской. Но начну я, пожалуй, наверное, не столько с какой-то моей предъявы, а просто с моих наблюдений каких-то, которые я заметил. Как работает модерация? Пишет, что когда вы добавляете там какую-то информацию на страницу фильма, ну, или не обязательно фильма, вам нужно, во-первых, найти источник на какой-либо сайт, который будет авторитетным, наверное, что ли. Это обычно IMDb, ну, либо какой-то вообще официальный сайт, если такие все еще существуют у фильмов. Они пишут, что, ну, они обрабатывают запросы, в зависимости от того, насколько фильм популярен. Как мы видим, спецвыпуск Стражей Галактики очень популярен. И я добавил сюда время. Я добавил его сначала в день выхода выпуска на IMDb. На следующий день модераторы IMDb приняли мое добавление. И сразу же я его сюда всунул. Ну, через пару дней они его приняли. Это очень, да, такой быстренький был. Reaction time с их стороны. И я думаю, что это только из популярности фильма. Сэмми Кейт, тоже недавно вышший фильм, но он никому не сдался, даже на IMDb его никто не смотрел. Но время они добавили, все-таки время добавили. Мне они просто почему-то не показали, что они приняли мой запрос. Хэллоуин. 23 сентября, пик популярности фильма Хэллоуин приходится на Хэллоуин. Через месяц, который был, они до сих пор вот это вот не приняли. Ебо я не знаю, сейчас уже декабрь. Три с половиной месяца назад практически вот это вот было добавлено мною. Господи, где это изображение? Да, все еще остались эти картинки из других фильмов. Я им об этом здесь писал. Я скинул им все ссылки. Либо, я не знаю, Кинопоиск решил патриотично себя вести и проигнорировать любые фильмы, которые связаны с американскими праздниками. Точнее, не с американскими праздниками, а те, которые празднуются в Америке. Либо же, не знаю, возможно, мой запрос для них слишком непонятен и сложен, поэтому я не понимаю, что себе надо сделать. Я не знаю. Это странно. Это странно. Ремейк «Файер Сарвар» вышел как раз в мае. Я тогда время тоже добавил. Они его быстро приняли. Фильм тоже был на популярности тогда, на пике. «Сентрик Джейни» — это никому неизвестный арт-хаусный фильм. И при этом мои добавления здесь, они достаточно быстро приняли, в течение месяца. Не прошло даже, наверное, 15 дней. Поэтому я не совсем понимаю, как это работает. «Сентр Джейни» никому не сдался. «Хэллоуин»... У кого-то да сдался. Сейчас он по популярности вряд ли здесь находится, вообще в тысяче. Блядь, да. Но... Очевидно, что 31 октября он был максимально популярен, но даже тогда они не рассмотрели еще этот запрос. Я не предъявляю команде модераторов какие-либо предъявы. Извините за татологию. Я понимаю, что, скорее всего, у них не слишком большая команда. И в день они получают минимум по 20 запросов новых. Все проверить очень тяжело. Но все равно это как-то очень странно все это. Я не знаю, как это работает. Почему мне сразу не приходит уведомление, что это все принято. Но это не сильно меня колышет. Это было просто мое наблюдение. Что мне не нравится, это то, что в профиле есть звезды, их фильмы с оценками. Меня напрягает то, что они по странному принципу сюда попадают. Что я имею ввиду, то, что приращать эроники не учитываются короткометражки, анимационные и фильмы, в которых актер играл второстепенную роль. Что имеется ввиду под второстепенной ролью, черт знает. Потому что определить это просто невозможно. Курт Рассел открываем, смотрим. Джимни Глик не считается. Ну, потому что там у него всего несколько минут интервью. Это я понимаю. В девятом форсаже то же самое. Всего нет, там, две сцены. Один флэшбэк, а один в самом начале. Что тут еще есть? Что меня напрягло, то, что в фильме «Однажды в Голливуде» Где же он тут, Господи Иисусе? Вот, однажды в Голливуде. У него там несколько сцен, минут, ну, 10 примерно, экранного времени. Почему-то она ему не засчиталась. То же самое с Эль Пачино, кстати говоря. У него там тоже несколько сцен, достаточно времени. Не засчитывается. Окей. Второстепенная роль. Ладно. Как скажете. Давайте откроем. Блядь, что это такое? В общем, «Кинопоиск» опять, видимо, глючит. Это тоже неприятная очень его особенность. Почему-то постоянно что-то не так. Либо сбивается сортировка дат. Поэтому вот фильм «Последний», который вы оценили, он на самом деле будет, наоборот, самым первым. И наоборот. Либо еще что-нибудь. Либо вот как сейчас. Я не могу дальше посмотреть своих актеров. Ну, давайте, например, тогда Бэлла Килмера. Фильм «Санкт-Санг», где бы он тут ни был. Я его знает. Ну, не обязательно он. В общем, есть фильм «Брэфлесс», в котором он вначале тоже на минут 10 примерно, потом все, его фильма вообще не будет. Ему это засчитывается. «Пять дней войны». То же самое. Его тут мало, он засчитывается. «Гикельбери Финн», «Сом Цуэру». То же самое, то же самое. «Плей» — то же самое. Пять минут экранного времени, потом еще пять минут той же самой сцены. Просто она заново играется, наверное, в другой части фильма. Все равно считается. «Пала Алта» — то же самое. Одна, по-моему, вообще сцена считается. «Шоу Века» — одна сцена, не считается. «Десятая и Вулф» — то же самое. Одна сцена, не считается. «Пара сцен» — минут семь или, может быть, меньше экранного времени считается. В чем прикол, как это работает? «Семен Беллоу» — в начале и в конце, просто у него там по пять минут, наверное, по десять экранного времени считается. «Десятая и Вулф» — одна сцена, минут пять-семь, считается. Ну, то есть, сам ты сам, тут вообще хрен поймешь. Минут пять на весь фильм у него, наверное, две сцены, считается. Как это работает? Почему это так работает? Я не понимаю. Как это рассчитывается вообще? «Роберт Де Ниро» — недавно вышли в «Амстердам». Он там играет второстепенную роль. «Роберт Де Ниро» — не считается. Притом... Ну, в каком фильме, блин? Ну... «Американ Хастл» — то же самое, как и в «Амстердаме». У него почти нет времени, но тут не считается. А там тоже не считается. А в каком-то другом фильме, где его практически нет, он считается почему-то. Но где? «Комната Марвина», например. Или что еще? «Сильвер Ланнингс Плейбук» — тоже самое. У него не так уж много времени, второстепенная роль, но она при этом считается. Вот каким образом рассчитывается, какая роль второстепенная, какая нет? Это абсолютно мне непонятно, меня это напрягает. Билл Мюррей в фильме «Поезд на Даджи Линк». В самом начале у него сцена, ну, там, 3-4 минуты, как он бежит на поезд, опаздывает — все. Он опаздывает на поезд, большего в фильме нет. Его эта роль засчитывается здесь. Ну, то есть, я не понимаю, как это работает. Это меня напрягает. Ну, это не смертельно важно. Это никак на что не влияет, но просто меня это немного корежит. Мне это неприятно. Что-то еще неприятное, например, давайте откроем еще один фильм, который мне очень нравится, «Falling Down» на... Блядь. На IMDb. Я хочу показать вам описание фильмов. В большинстве фильмов на Кинопоиске, как они выглядят. Ну, вот, смотрите на IMDb. Коротенькое описание. Но переводите как хотите. Смысл в том, что мы до просмотра, если ничего не знаем о фильме, мы из этого описания знаем только то, что человека все задолбало. Он начинает на всех, там, не знаю, накидываться, может быть, орать. Как-то жестко реагировать. Мы не знаем, каким именно образом, к тому же. Можно, конечно, на посту посмотреть и увидеть у него тут дробовик в руке, но... Ну, и биту на превью трейлера. Но это максимум. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что он будет делать. Пойдет ли он крышить все на своем пути или нет. Что он будет вообще делать. Может быть, он просто будет орать на всех подряд. Может, он ломает свою жизнь таким образом. Не знаю. Заходим на Кинопоиск. Читаем. Мы узнаем, как зовут персонажа. Мы узнаем, что решением суда запрещено встречаться с дочкой. Он решается на меч, крушит все на своем пути, пробивается на день рождения к своей дочке. Только детектив Пендер Гаст знает, о чем причина агрессии. Зачем все эти детали здесь нужны? Зачем это все нам надо рассказывать? Мы должны узнавать это, пока мы смотрим фильм. Иначе куда меньше интересных деталей здесь будет. Не знаю. Может быть, кого-то это не напрягает, но на мой взгляд, это мрачная хрень. Я не знаю. Давайте еще какой-нибудь рандомный фильм найдем, в котором описание длинное. Например, Арлингтон Роуд. Два абзаца текста. Иногда бывает по три вообще. Опять же, тут описывается целая куча деталей, сюжета, которые мы не должны знать перед началом, просмотром. Но при этом мы его узнаем, если прочитаем на Кинопоиске. Здесь же, конечно же, на IMDb, если зайти, то все. Один абзац. Даже не абзац. Одно предложение, просто в котором описывается самая-самая стандартная завязка. Господи, стандартная. Самая-самая завязка сюжета. Больше вы ничего не знаете. Все. И не нужно этого знать. Или Рояль. Но тут тоже короткое описание и все. Проклятый путь с новым Хэнксом. Тут описывается практически половина фильма. Но я не знаю, зачем это делается. Зачем? Просто спорится практически половина сюжета. Как у него первый акт. Это тоже скучно. Получается. При просмотре будет скучно. На АНДБ тоже бывает, конечно же, самую главную завязку. В том числе, вот как и на Кинопоиске. Бывает, что вот, все. Человек, ну не человек, а сын гангстера стал свидетелем убийства. И теперь им приходится уезжать. Тут тоже есть. Но тут это все описано словами очень пафосными, очень красивыми. В 20 раз больше текста. Это, кстати, особенность Кинопоиска еще одна. То, что тут очень много текста повсюду. В том числе и в обзорах, в ревьюшках. Тут постоянно есть всякие пафосные, интересные названия у ревьюшек. Либо даже цитаты из фильма на английском. И все они, ну, большая часть ревьюшек, они длинные, у них много воды, все написано очень красивым языком. И мне кажется, на самом деле, что тут дело в том, что в школе постоянно заставляют писать сочинения на определенное количество слов. Если ты написал там 150 слов, но высказал в них все, что ты думаешь, все абсолютно понятно, тебе это не засчитают. Напиши 300 слов, как хочешь, воду лей, должно быть много текста. Все, тут то же самое. Все написано очень пафосно, очень красиво и очень, блядь, скучно, потому что зачем нам столько текста везде нужно? Не нужно, блядь. Я не знаю, кто пишет описание к фильмам, по идее, обычные пользователи, но учитывая, что у большинства фильмов такие вот описания, они либо длинные, либо в них описывается много сюжетных деталей, порой бывает даже такой интересный очень язык, я не знаю, жил-был, блядь, кто? Типа, жил-был мальчик по имени Генри Хилл, и он знать не знал проблем, на самом деле знал, но вот однажды он захотел стать гангстером, потому что он видел мафиози постоянно, жил-нетужил, решил прибиться к гангстерам, и понемногу-понемногу влился в эту опасную криминальную жизнь, в которой нет прощения слабости и промедлением и еще чему-нибудь. И вот, спустя время, он вымахал большого парня, крутого гангстера, на побегушках у крупнейшего босса в городе. Короче, что-нибудь такое, где описывается все на два-на-три абзаца, с ненужной информацией и вот таким вот очень интересным стилем. Я такое не очень люблю. Зато, что мне нравится кинопоиск, это тем, что тысяч друзья, можно видеть их оценки, например, что мой друг лучше оценил сумерки. Либо можно еще зайти на страничку фильма самого и там просто будут друзья по интересам, которые тоже расставляют оценки, вы видите, сколько у вас сходства оценок, вкусов, вы видите, какие оценки они ставят. Возможно, если у вас не такой интересный вкус, как у меня, возможно, у вас будут действительно похожие на вас друзья, и по их оценкам можно будет понять, хороший фильм или нет, в большинстве случаев. Обычно еще, к тому же, на кинопоиске оценка выше, чем АМДБ. Вот, например, еще один фильм с Майклом Дагдсом, 6.4, здесь же 6.8. Но оценка различается не очень сильно, но в большинстве других случаев, если фильм хороший, уважаемый многими, оценка будет на балл выше, например. Вот тот же Дорс. Какая оценка здесь? 7.7. На АМДБ 7.2. Если практически ни одного другого фильма нет, даже 9, как вы видите, и вот тот же Green Mile 86. Ну, в общем, мне не очень нравится кинопоиск, как вы могли уже понять, давным-давно. Не знаю, я не то, чтобы, конечно, пытался его сейчас захитить или как-то пристыдить, я просто высказываю какие-то свои мысли и свои претензии. Я не думаю, даже, что если кто-то из команды кинопоиска вдруг увидит, он решит что-то заменить, как-то все это поменять, что-то сделать лучше, я сомневаюсь в этом. Не знаю, мне просто захотелось записать это видео, все. Это все, что я, наверное, хотел сказать, больше ничего не могу сейчас придумать. Вроде как, все свои недовольства я уже высказал. На этом все. Прощайте, друзья, удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok